Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, я очень рада вас приветствовать на своем канале. Друзья, вы знаете, какая у меня сейчас ситуация случилась? Я, значит, во-первых, седьмой раз пытаюсь снять это видео, во-вторых, я уже дошла до финальной точки получившегося видео, и я только потом заметила, что у меня плохо включен микрофон. И, короче, все это видео вообще без звука, поэтому я сейчас вам с таким же воодушевлением, с таким же восторгом расскажу про супер женственные ароматы, которые замечательнейшим образом будут подходить для романтических свиданий, для таких вот летних вечеров, для прогулок в лесу, где-нибудь в парке, на прудике, для вечерних прогулок романтических именно это самые идеальные ароматы, по моему мнению. Также хочу отметить такой момент, что сейчас все больше появляется как-то новостей по поводу, опять же, закрытия ютуба. Я не знаю, будет это на самом деле, не будет, когда это будет, но для того, чтобы не потеряться, я, конечно же, всегда свои социальные сети оставляю внизу в инфобоксе в закрепленном комментарии, поэтому переходите, подписывайтесь, и, конечно же, я вам напоминаю о конкурсе, который у нас сейчас проходит с Кариночкой в телеграм-канале. Вам просто нужно подписаться на ее телеграм-канал, на мой телеграм-канал и нажать кнопочку «Участвую». Поэтому еще раз хочу вам пожелать удачи, и, опять же, чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь, потому что я не планирую переставать снимать видео, просто если вдруг все-таки произойдет так, что ютуб отключит, я буду снимать и выкладывать свои видео на других площадках, а, может быть, вообще перейду на телеграм-канал, пока не решила, пока не думала об этом, но будем, в общем, решать проблему по мере ее поступления. Конечно же, все ароматы, о которых я вам буду сегодня рассказывать, вы сможете найти внизу в инфобоксе, потому что видео снимаю при поддержке интернет-магазина парфюмерии-косметики «Рандеву.ру». Обязательно не забывайте про мой минус 10% промо-код «10финкель». Он действует от суммы заказа 2500 рублей, суммируется с акциями и скидками, действующими на сайте. И, конечно, также хочу сказать, что там огромнейшее количество аромобоксов, там есть оплата долями, что очень удобно. Я периодически сама так покупаю себе ароматы, потому что все время хочется чего-нибудь новенького, а кошелек не резиновый. Я хочу отметить, конечно же, аромат «Дама Бьянка» от Ксержов из линейки «Косомарати». Я считаю, что это прекрасный, очень красивый аромат. Конечно же, у этого аромата очень противоречивый отзыв, потому что здесь есть такая непростая нота солода, которая дает пьяности данному парфюму. Некоторые ноты солода в этом аромате слышат именно как ноту пива. Но я не слышу здесь пива, скажу вам сразу. Очень долго я подходила к этому аромату, очень долго пыталась его понять, потому что, опять же, меня пугали эти отзывы про пиво. Я не хотела как бы пахнуть пивом. И я, знаете, с осторожностью очень слушала данный аромат. Но весной, по-моему, или в конце зимы это было, я в очередной раз подошла к данному аромату, послушала и поняла, что он прекрасный, он чудесный, он супер женственный. Это аромат про пудру. Вот этот вот солод, который присутствует в данном аромате, он добавляет, на мой взгляд, только пикантности, немножко такой вот изюмин, объединяющий данному аромату. Здесь огромнейшее количество цветов. Здесь есть ощущение пудры, здесь есть ощущение холеной кожи. Здесь достаточно, как я уже сказала, большое количество цветов. Здесь есть ксержовский, по-моему, мускус. Но на мне мускус от ксержов раскрывается прекраснейшим образом. Аромат по техническим характеристикам, не могу сказать, что супер какой-то стойкий, но мне безумно нравится его обновлять. Поэтому я, конечно же, вам рекомендую его попробовать, протестировать. И любители пудры, если вы не боитесь ноту солода, то обязательно обратите на него свое внимание. И следующий аромат от ксержов, который я также не могу просто не включить в эту подпорку, потому что это один из самых любимых ароматов моего супруга в моем парфюмерном шкафу. Это аромат от La Capital. Тоже очень противоречивый парфюм. Кто-то его обожает, кто-то его не понимает, кто-то его не любит, кто-то считает, что на него цена слишком завышенная, кто-то считает, что он слишком простой. Но я очень люблю этот аромат. Здесь есть немножко такое, знаете, пьяненькое тоже настроение. Для меня это аромат клубничных леденцов. Очень он классный. Да, возможно, он не несет какой-то, знаете, такой вот прям сильной, сложной, смысловой нагрузки, но он настолько приятный. Его так приятно обонять, его так приятно носить. На него так приятно получать комплименты. Поэтому, если вы любите сладкий аромат, обязательно обратите на него свое внимание. Цены, конечно же, у ксержов немаленькие. Это, кстати, их более дорогая минолинейка. Поэтому мониторьте цены. И я уверена, если вы его попробуете, если вы любите, опять же, если у вас схожий со мной вкус, то, мне кажется, вы оцените данный парфюм. Поэтому тоже я его рекомендую. Если говорить про клубнику, но клубника, которая не заявлена в пирамиде, это, конечно же, аромат от Killian Love, Love Don't Be Shine. Кто-то скажет, что, опять же, это попса. Но я считаю, это очень красивый, очень приятный аромат. Это аромат на тему, по моему восприятию, опять же, клубничного рахат лукума с большим количеством вот этой вот сахарной пудры. По пирамиде там есть мнение, изменяет память. Нету вообще, в принципе, клубники. Но для меня это очень красивый, очень комплиментарный аромат. Это сладкий, опять же, парфюм с хорошими, кстати, техническими характеристиками. И по поводу стойкости и звучания данного аромата. Некоторые говорят, что новодел данного аромата пахнет им прополисом. У меня рефил именно новоделом. Мне он не пахнет прополисом. По поводу цвета жидкости также хочу отметить такой момент, что когда только пришел ко мне мой рефил, он был полупрозрачный. То есть там был легчайший розовый оттенок. Но сейчас он уже набирает в себе сил, набирает мощи, стойкости, глубины, красоты, звучания. И, конечно же, он уже становится более темный. Кстати, меня как-то спрашивали в одном из видео по поводу красится ли этот аромат с белыми вещами. Я проверила, да, он может оставлять немножко такие розоватые, розоватый цвет на одежде. Поэтому просто будьте с этим аккуратны, наносите туда. Либо у вас должна быть темная одежда. Вот если бы я наносила сегодня этот аромат, то я бы спокойно нанесла его на шею, потому что у меня здесь черный воротничок. Стойкость у него замечательная, милый аромат. Опять же, в предыдущем видео, которое я выпускала, было на тему ароматов Барби. Он точно бы туда прекраснейшим образом подошел. Просто не стала его включать из-за того, что у меня рефила. Хотелось именно красивые флакончики в кадре показывать. Потому что тема Барби, это все-таки, знаете, все именно на визуал. Следующий аромат, который также считаю прекраснейшим образом подойдет для таких вот свиданий. Но если вы уже девушка больше с таким вот характером, то это, конечно же, парфюм с Демарли Делина. Спорный, опять же, аромат, потому что кто-то его любит, кто-то его не любит. Я его люблю. Для меня это роза, для меня это пион, для меня это мускус, личи. И здесь я хорошо слышу фруктовый такой вот оттенок. Но если говорить более простым и понятным языком, то это мускусная роза с немножко добавлением фруктов. Мускусно-фруктовая роза. Давайте назовем так, охарактеризуем этот аромат так. Очень мне нравятся флаконы парфюм с Демарли. И если говорить про технические характеристики, то в более жаркое время года, в более жаркие дни, на мне этот аромат сидит не очень хорошо. Но если наносить его, допустим, прохладным летним вечером или в холод, то он сидит просто как прибитый. Весь день вы будете благоухать данным ароматом. Аромат, конечно, узнаваемый и он очень приятный. Поэтому я тоже вам его рекомендую, если вы любитель мускусных роз. Если хочется, опять же, сладенького, у меня здесь только пудрово-сладкие ароматы в этой подборке будут, то, конечно же, мой один из любимейших брендов, это Вильгельм Паруфюмери, аромат Манго Скин. Подтвердилась моя любовь к данному аромату вслепую в предыдущем сезоне Восьмого Чувства, когда мы слушали, собственно, ароматы. И этот аромат вызвал столько положительных эмоций у меня. И я в тот момент поняла, что я, да, определенно хочу себе этот парфюм. Если говорить, чем он пахнет, то как бы, ну, Манго Скин, этот аромат, в принципе, должен быть про манго. Но в более холодное время года мне больше нравится, как раскрывается данный парфюм, потому что он пахнет дикой земляникой, он пахнет клубникой, залитый карамелью, очень много всего сладкого. Если наносить его более жаркие летние дни, во-первых, все осы 100% будут ваши, будьте к этому готовы. Во-вторых, он звучит как переспелый манго, то есть представьте, что вы берете манго, вы не можете, то есть вы сняли с него кожурку, вы пытаетесь его порезать на кубики, и он у вас разваливается. Вот такой я здесь слышу манго, очень красивый аромат, но если вам, допустим, в жару сложно носить данный парфюм, попробуйте делать так, как я, либо на прохладный вечер, либо уже конкретно зимой его носить, то есть когда температура уже приближается к нулю, очень мне нравится, как раскрывается данный парфюм. Также на тему сладости, на тему пудровости, это аромат от Франк Бакле Шуга, очень стойкий, очень яркий товарищ, потому что у него, конечно, замечательные технические характеристики, он очень яркий. И для меня этот аромат даже больше не про сладость, хотя здесь есть и медовость слышится в этом аромате, и ванили, и маршмеллоу, конечно же, вот с этой вот небольшой, знаете, когда берете маршмеллоу, у вас на пальчиках остается вот такая вот сахарная пудра, ощущается в этом аромате. Но мне очень нравится, как в базе усаживается этот аромат, потому что для меня он пахнет детской присыпкой, для попки младенца, скажем так, но в более таком заслащенном варианте. И для меня этот аромат пахнет сахарной пудрой. С дозировкой данного аромата нужно быть аккуратным, потому что, ну, он действительно такой, он прям яркий, стойкий, громкий, поэтому пробуйте, экспериментируйте. Ну, я его прям полюбила, обожать стала, потому что, опять же, это была покупка вслепую, многие очень его хвалят, многие его советуют, рекомендуют, а мне что же надо, ну, я и взяла, ну, и хорошо все, поэтому тоже вам могу его порекомендовать. Если любите пудрово, пудровые, сладкие такие, ну, достаточно, я бы сказала, даже плотные ароматы. Следующий аромат, также любовь с ним случилась просто с первого вдоха, по вашим советам, собственно, был приобретен данный аромат. Сначала я купила себе travel фирменный, потом я уже заказала, как видите, себе полноразмерный флакончик. Это, конечно же, Ex Nila Honor Delights, аромат, про который я уже несколько раз рассказывала. Это, можно сказать, мое открытие этого лета, потому что я прям влюбилась в данный аромат. Это аромат, опять же, про ухоженную, напудренную, лощеную женщину, девушку. Ее кожа просто, знаете, излучает любовь к себе. Девушка сама, которая носит этот аромат, она олицетворение любви к себе, я так могу сказать об этом аромате. И то, что мне очень нравится также в данном парфюме, это то, что здесь есть нота бергамота в самом старте. И бергамот я слышу на протяжении всего звучания данного аромата. Кстати, если говорить про технические характеристики, когда только приехал ко мне аромат, я прям обливалась, поливалась по 2-3 раза, и я не слышала от себя данный аромат. Но спустя 2 месяца, как у меня постоял данный флакончик, как у меня постояла моя миниатюрка, они настолько много набрали сил, набрали яркости, громкости, что недавно я наносила данный аромат 5 пшиков. Я просто поняла, что я задохнулась от данного аромата. Помимо того, что он очень стойкий, он еще и очень такой вот напористый, поэтому все обманчиво, и действительно отстаивание ароматов работает. Я в очередной раз хочу сделать на этом акцент, потому что сначала мне казалось, что аромат прям суперлегкий, супер какой-то полупрозрачный, воздушный, но нет, со временем он просто набрал красок, и нужно теперь быть аккуратным с его дозировкой. Также пудровый аромат, пудрово-нежный такой вот уходовый, который я очень люблю носить именно прохладными летними вечерами, на прогулку в прохладные летние дни. Это, конечно же, бутиковая линейка от Toursardi, аромат Porto Nova. Я влюбилась в него также с первого затеста, потому что я сладкоежка, и это натуральный марципан во флаконе. Здесь есть бергамот, здесь есть опять же миндаль, здесь есть гелиотроп, и он действительно пахнет как марципан. Я, наверное, больше ничего сказать про этот аромат не могу. Если говорить про технические характеристики, то он уже не такой напористый, его хочется обновить. И вот эта вот цитрусовая свежесть присутствует в данном аромате на старте, немножко такая вот кислинка, и потом он, конечно же, уходит в очень женственный, очень красивый, очень мягкий пудровый аромат. Я его настоятельно рекомендую. Если вдруг вы не знакомы с данным ароматом, вообще вот эта вот бутиковая линейка от Toursardi, я считаю, очень удачной, потому что моя любовь, это их зеленый флакончик про кожу, очень красивая кожа. На осень, мне кажется, будет супер. Если ищете какую-нибудь классную кожу, то обязательно присмотритесь к зеленой собаке. Я не помню, как она называется. И, конечно же, я попробовала, еще также хочу отметить кофейный у них аромат, но он немножко простоват, мне кажется, но тоже можно попробовать, если любите такие, знаете, опять же, сладенькие, орехово-кофейно-карамельно-капучиновые ароматы. Давайте опишу это так. И еще один аромат, который я не так давно тестировала, точнее, повторно подходила к нему. Я не помню, вам говорила или нет об этом, в общем, я еще раз подошла к черной собаке, потому что, когда я тестировала данный аромат зимой, я вообще его не слышала, то есть это было просто глушь. Но недавно я подошла, протестировала черную собачку, и действительно она пахнет, она пахнет тонко, она пахнет полупрозрачно, но она хотя бы имеет аромат. И мне кажется, этот аромат также здорово подойдет именно для смешивания других парфюмов. Еще один аромат про миндаль, который я просто не могу не отметить в этой подборке. Супер женственный аромат, про супер ухоженную, опять же, девушку-женщину, про любовь к себе. Это любовь моя не с первого, кстати, за теста. Этому аромату потребовалось, наверное, месяца три, чтобы прийти в себя, чтобы я его полюбила. Это, конечно же, один из самых моих любимых ароматов. Это Карнер Барселона Тардес. Это аромат про миндаль немножко с цианинным оттенком. Здесь есть слива, здесь есть розовое дерево, здесь есть гелиотроп. Но вот такие вот самые яркие ноты, которые я слышу в данном аромате, я вам озвучила. И, по-моему, здесь также и присутствует роза. Этот аромат, когда я его первый раз на себя нанесла из атлеванта, он меня заинтересовал, но я не могла его понять. И в результате атлевант у меня стоял, наверное, где-то около трех месяцев. И только через три месяца я раскусила этот орешек. И я поняла, что мне нужна определенно сотка. Я купила себе 100 мл, не могу просто нарадоваться, надышаться данным ароматом. Кстати, у Карна Барселона очень классный именно тревел-формат и по 15 мл. То есть вы, если берете себе тревел-формат, у вас будет 15 мл, но точно в таком же флакончике, как и выглядит полноразмерный флакон. Аромат очень пудровый по техническим характеристикам, что могу сказать. На мне он шлейфовый, на мне он стойкий. Но я считаю, что нужно пробовать, потому что вот у меня есть девчонки, на которых этот аромат почему-то не особо стойкий, не особо шлейфовый. Но опять же, я рекомендую, даже если вы покупаете атлевант, обязательно давать ему постоять, чтобы он пришел в себя, чтобы он набрал, чтобы, в общем, молекулы его соединились, и аромат уже будет звучать абсолютно по-другому. Поэтому рекомендую настоятельно много-много-много раз уже вам о нем рассказывала. Но не перестану выхвалить, потому что это прям действительно один из лучших, наверное, таких вот миндальных ароматов на тему ухода, на тему лощеной кожи и ухоженной девушки. И последний аромат, о котором вам хочу рассказать, это аромат, который я купила по наводке Ангелины, потому что я в свою парфюмерную коллекцию очень хотела какую-нибудь носибельную для себя туберозу. Я уже много раз говорила о том, что с нотой туберозы я не очень сильно дружу, но мне безумно понравилась белая змея от Стефана Мберлука. Конечно же, обратилась к Ангелине, она у меня спец по туберозам, она мне посоветовала попробовать аромат от Moresc Lady Tубероз. И, знаете, я влюбилась после первого затеста. Это настолько вкусная, жвачная, какая-то немножко мимимишная, опять же, тубероза. Здесь нет никаких когтей, здесь очень много сладостей, здесь много вкусностей, здесь вот эта вот сливочная, мягкая тубероза, жвачная тубероза, очень красивый аромат. Технические характеристики у него, в принципе, неплохие, где-то около пяти часов сидит на мне аромат, но он все-таки притихает. То есть, когда вы его наносите, пахнет очень ярко, пахнет очень сладко, и потом со временем, как и все другие ароматы, он просто начинает затихать. Ароматы от Moresc именно из дорогой линейки сейчас стоят каких-то космических денег, а на самом деле вот эту вот их линейку, более бюджетную, скажем так, да, можно, в принципе, купить за понятные доступные деньги, с хорошим большим объемом, 75 мл, поэтому обязательно познакомьтесь с данными парфюмерными композициями. Какие-то больше в люкс уходят, какие-то больше уходят в нишу, но они очень приятные, политкорректные, носибельные ароматы, от которых никто там не уйдет в какой-то ужас. Просто от вас будет вкусно, приятно пахнуть, потому что это понятные ароматы, за что, собственно, я и полюбила этот аромат. Кстати, подходила еще, слушала другие ароматы из вот этой вот линейки. Сет это немножко не совсем мое, но мне очень понравился аромат жасминиша. Я себе его заказала, обязательно вам потом о нем расскажу. Я не особо любитель жасминовых ароматов, но тот мне прям понравился. Если знакомы с какими-либо ароматами, о которых я вам сегодня рассказывала, обязательно рассказывайте, пишите свое мнение, мне будет очень интересно почитать. И, конечно же, пишите свои любимые ароматы для таких вот романтических прогулок, для романтических вечеров, просто для поднятия романтического настроения. Мне будет очень интересно почитать. На этом я с вами буду прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Я вас обнимаю, целую. Пока-пока, до новых встреч.